всех приветствую сегодня ребят по управляем немного мечтой это toyota avensis т270 кузов универсал машина на атмосферном бензине 1.8 147 лошадей и вариатор машина длинная по габаритам за счет своего длинного кузова универсал машина по цене можно сказать жирного мегана машина из европы это 2018 год стоит она чуть больше двух миллионов 2 миллиона 20 тысяч рублей сегодня посмотрим что она представляет себя по комплектации но обязательно ним на ней прокатимся чтобы все же проверить знаменитый слоган toyota управляй мечтой так ли это на самом деле и так avensis они выпускаются выпускались по конец 18 года насколько мне помнится продавались в европе потому что у нас эту нишу в 15 16 18 годах заняла toyota camry у них же наоборот продавался avensis итак четырехрядный надежный мотор объемом 18 147 147 лошадиных сил как сказал вариатор у нас диодные фары дальние ближние есть омыватели фар есть противотуманные фары галоген сейчас я вам продемонстрирую задние фонари и главной свет очень сильный хороший свет дают фары машина действительно внушительных размеров конечно меган намного меньше что-то приблизительно на приблизительно как талисман может чуть меньше так задние также диодные фонари у нас большущий багажник есть партроники и камера заднего вида внушительных размеров огромный 500 с лишним литров багажник ну и даже есть запасные всякие ниши здесь вот под полом здесь дорожный набор так сейчас ребят ставлю полочку она у нас мягкая такая и покажу дальше по опциям у нас машина оборудована бесключивым доступом две ключ карты имеется просторный задний ряд сидений если я сам за собой присяду то мне будет сидеть очень и очень хорошо просторно я не зацепаю не значит впираюсь коленями в сидение переднего водителя проще говоря то есть а посадка у меня сам за собой крыша на голову не давит есть галогеновые такие вот фонарики все достаточно просто по тойотовски такие вот вставки под кожу это кожа молодого дермантина с рыжими такими про строчками в карте дверей автоматические стекла есть кузовные вот такие элементы вин номера наклейки как помните везде были в лексусах раньше дальше у нас такое кресло тоже все кожаное вставки под алькантару такие светло-коричнево рыжие какие-то но на видео они рыжие чем в реальности также вставки декоративную из пластика такого цвета многофункционально рулевое колесо из кожи в хорошем состоянии складывание зеркал регулировка но и здесь есть отличие открытия лючка бензобака отключение стабилизации значит дистроник типа функция дистроника машина видит если вы нарушаете дистанцию две ключ карты toyota такие вот подстаканник который может закрываться узнаваемый до селектор на короллах везде он использовался подогрева сидений раздельный климат сенсорная мультимедиа камера заднего вида сюда выводится заводится машина с кнопки имеется электронный ручник регулируемый подлокотник огромный бокс в нем здесь находится по моему как-то он еще проезжает и не помню что нужно нажать честно говоря но он еще сюда заезжает закрывает 2 подстаканник есть функция спорт чтобы вариатор знаете более спортивнее что ли стал крутить более дольше передачи но сейчас я на ней прокачусь и покажу вам приблизительно динамику но и расскажу проще не отъезды как она тормозит как управляется наша мечта toyota avensis и итак ребят ну что давайте немного поуправляем мечтой сейчас начнем движение сейчас покажу что здесь реально есть камера заднего вида потом по моему не рассказал вам что машина оборудована круиз-контролем про электронный ручник по моему уже сказал ну давайте немного прокатимся селектор мне нравится такой знаете ступеньками напоминает старый avensis у меня был и corolla была поэтому какая-то капля ностальгии машинам есть хотя сейчас я больше больше склонен к автомобилям немецкого производства проще говоря хотя раньше ездил только на японских машинах мне кажется все марки были практически все из которые продавались на боу рынке россии и так что можем сказать здесь знаете чем мне нравится и не нравится допустим очень понравилась пас ну посадка в кресло водителя выражены вот эти боковые поддержки спины и пятой точки мне очень удобно я вот уселся меня хорошо зафиксирована спина мне удобно сидеть я то есть для себя хорошо настроил кресло чтобы ехать допустим на дальнее расстояние там тысячи и больше километров что мне конечно не очень тойотах нравится это после немцев такие знаете немного ватные тормоза то есть надо сильнее нажимать на педаль газа чтобы как-то быстрее там остановиться еще мне нравится что у тойоты очень хорошо настроен настроена вот эта взаимосвязь коробки с двигателем здесь насколько мне помнится здесь должен быть стоять вариатор фирмы айсен то есть это сильная фирма так скажем да лидер который выпускает хорошие надежные автоматы зачастую и вариаторы хорошо настроены поэтому взаимосвязь здесь хорошая то есть как-то сильно вы не обломайтесь пересев там с классического автомата на вот этот вариатор и по повадкам он очень похож на вариатор не так как настроены там джатковский 011 примеру 06 вариаторы которые там nissan qashqai 1 6 или 2 литровых на ланцерах там размытая да там такая вот это взаимосвязь здесь более что ли четкая хорошо вот эти правильно вынесенные зеркала от кузова хорошо в них все смотреть сильно не погоним шум когда то есть машина не бизнес-класса но она приемлемая хорошая для этого класса автомобиля это у нас я больше наверное его от отнесу все-таки к c-классу автомобиль хотя многие утверждают что авенсис у нас д-класса camry наверно да этот такой знаете пограничная что-то между c и d-классом но рулежка нормальная просто за 2 миллиона машина 18 года универсал хорошая комплектация с автозатемнением зеркала заднего вида не помню рассказал или нет то это весьма себе хороший потому что мы сейчас столкнулись с тем что за миллион крайне крайне тяжело машину подобрать там 2010 года в хорошем состоянии там с минимальным количеством хозяев из хорошей историей там по автотеке к примеру то есть покупаем за 800 там 50 за 900 машины 2008 годов то есть там какой-нибудь lancer 10 или kia rio 11 года практически там лишь близкая число к миллиону это просто вторичный рынок сошел с ума то есть из-за вот этого какого-то недостатка машин я мы до пандемия плюс всякие политические вещи плюс уход из-за санкции каких-то большинство дилеров то есть замещение их китайским рынком то есть привело к тому что люди либо не продаются и машины их там ремонтируют ездят дальше либо ничего не покупают то есть такая пропасть на вторичном рынке появилась естественно цены все выше и выше все смотрят на какой-то параллельный импорт на машины которые там китайские они все растут цене естественно сзади бежит вторичный рынок был там частники перекупа все друг на друга смотрят и повышают хотя спрос рождает предложение поэтому там машины продаются поэтому ценники только растут как грибы несмотря на то что курс немного дам примеру подспал поэтому такая ситуация нелегкая вот 2 миллиона я думаю что более-менее адекватно за машину toyota toyota на можно проще сказать на двух педалях на автомате на вариаторе смотрите неплохо да машина ускоряется прямо отзывчиво на педаль газа даже во время обгона но тормозов здесь хотелось бы чуть побольше хотя они имеются все работают абс стабилизация хочется показать вам как работает вариатор как происходит набор скорости но и не расшатывает она собранная кстати но смотрите допустим 140 здесь 3 200 до обороты принципе приемлемо 130 там две с половиной можно также ехать ручном режиме печка кстати быстро прогревается автомобиль и хорошо отапливается такой большой кузов как универсал ребят ладно на этом буду заканчивать наверное я уже больше такие вот ролики различные марки машины делают для собственной коллекции но и для контента конечно потому что ну каждый день снимать меганы гранд стенники талисманы это никому не интересно поэтому показываю в своем канале что пригоняют какие приблизительно цены на эти автомобили я не продается поэтому давайте без гадости в комментариях то есть не переходим на лично если у кого какие то будут вопросы по поводу подбора автомобиля проверок выездных там в городе пскове любых автомобилей именно автомобилей из европы звоните пишите смело отвечу на все ваши поставленные вопросы мой номер есть везде в описании а также все самое свежее обычно выходит на телеграм-канале поэтому подписывайтесь ссылки есть в каждом ролике youtube внизу под роликом поэтому вы будете обладать информацией если подпишетесь в первую очередь а также есть группа вконтакте как и мой номер телефона ребят все на этом у меня все всем пока пока